Хорошая новость для дачников. С 1 марта этого года вступает в силу новые правила установки мангалов на садовых участках. В МЧС отказались от жестких нормативов, согласно которым допустимое расстояние от дома до источника огня составляло 50 метров. Фактически это лишало большинство домовладельцев возможности устраивать пикники на собственном дворе. Аналогичные требования касались и сжигания сухой растительности. Как будут работать новые правила, узнавала Анастасия Москаленко. С 1 марта этого года вступают в силу изменения в правила противопожарного режима. Главное новшество – смягчение требований к использованию открытого огня для приготовления пищи или сжигания мусора на приусадебном участке. По действующим нормам очаг должен быть на расстоянии как минимум 50 метров, что создает значительные неудобства для тех, у кого участок не превышает стандартные 6 соток. С марта это расстояние уменьшается до 5 метров. Аналогичная норма касается и правил по сжиганию сухой растительности. Там дистанция составит 15 метров. Тем не менее, при введении особого противопожарного режима на территории, как городского округа, так и всей области, данный пункт имеет место, то есть полный запрет вводится на разведение любых видов костров и приготовления пищи. То есть вне особого противопожарного режима это расстояние соблюдается до 15 метров. Новые правила позволят любителям пикников готовить пищу на свежем воздухе и не опасаться получить штраф от пожарных. Это касается установки любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц, печей. Ограничений по весу, размерам и видам подобного вида оборудования нет. Как справляетесь с противопожарным режимом? Ну, дай бог, его не было пожаровать. А так, если пожарники, ну, вантюшители, во-первых, есть раз, кнопочка у меня пожара есть, у меня под охраной. Ну, а что еще надо? Ну, и вызываем пожарников, все надо большой огонь. Жарим в специально определенном месте, на специальном оборудовании, в кирпичном мангале, который специально сложен для этого дела, чтобы соблюдать пожарный режим. Несмотря на запреты официальные, я никогда не разжигаю костры, никогда не сжигаю мусор. У меня печка же есть. Зачем на улице сжигать, разводить огонь? Столько уже домов сгорело, столько пожаров у нас было. Вот за последний год, слава богу, у меня не было ни одного пожара. Я сам не жгу, никому не разрешаю. Весной, мае месяц, это просто проблема для меня. Мы ходим по лесу, дежурим, этих шашлычников гоняем, тушим то, что они поджигают. Однако при этом всем есть одно важное уточнение. Разводить костер необходимо только в безветренную погоду и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям. И тут дело не только в штрафах, но и в элементарной безопасности, поскольку хороший пикник или уборка на садовом участке не должны оканчиваться плачевно. Анастасия Москаленко, Олег Левченко, Дмитрий Новопашин. Местное время.